Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Добро пожаловать снова на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Для нас привилегия проводить это время с вами в изучении различных исцелений, произошедших в земном служении Иисуса. Это замечательное время. Уже несколько месяцев мы рассматриваем разные случаи исцеления. Ведь делая то, что делали эти люди, мы получим то, что они получили от Иисуса. Нам нужно понять, что исцеление очень важно для Иисуса. Оно составляло треть того, что Он делал в Своем земном служении. Слово говорит, что Он ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. Ваше здоровье так важно для Иисуса. Наша жизнь в исцелении стоила Ему всего. Изучение случаев исцеления в Его земном служении – это настоящее наслаждение. Пожалуйста, возьмите Библию, бумагу, ручку или карандаш. Ведите записи и учитесь вместе с нами. И прежде всего ожидайте. Прежде всего высвобождайте свою веру, слушая учение Слова. Не просто сидите и смотрите телевизионную проповедь. В Слове ответы для вашей жизни. И вы можете получить свое исцеление. Вы скажете, пастор Нэнси, мое исцеление невозможно. Для Бога нет ничего невозможного. Поэтому никогда не миритесь с чем-то, решив, что вам уже невозможно помочь. Потому что невозможные вещи легки для Бога. И все возможно верующему. Условием того, чтобы невозможное стало возможным, является вера. А вера – это не чувство, это выбор. Выберите верить. Даже когда к вам на ум приходят доводы, аргументы, пытающиеся отговорить вас от этого. Скажите, нет, я выбираю верить. Не выбирайте во всем разобраться. Просто выберите поверить. Потому что мы можем верить в то, в чем не можем разобраться. Я часто летаю на самолетах. И я не знаю, как самолет поднимается в воздух со всем багажом и людьми. Но я определенно верю в это каждый раз, когда сажусь в самолет. Я верю, что он взлетит. Точно так же вы можете верить в то, в чем не можете разобраться. Не пытайтесь разобраться в чем-то, что загонит вас в сомнение. Вместо этого выберите верить. В предыдущем эпизоде мы рассматривали исцеление десяти прокаженных. Я хочу еще раз прочитать этот отрывок. Рекомендую вам, если вы еще не видели, посмотреть первую часть этой проповеди. Это вторая часть, и мы продолжим изучать эту историю. И я верю, что это будет для вас благословением. Прочитаем Луки 17 с 11 стиха. Пожалуйста, читайте вместе с нами. Луки 17, 11. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». В первой части мы говорили о том, что именно священники выясняли, есть ли у человека проказа, и объявляли прокаженных изгнанниками. Вот почему Иисус сказал, «Пойдите, покажитесь священникам», потому что только священник мог допустить их обратно в общество. Если они очистились от проказы, что было редким явлением, их могли снова принять в общество. Вот почему Иисус им так сказал. Прочитаем дальше с 14 стиха. «Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Что это значит? Он не был иудеем. Он не знал ничего о завете. У него даже не было завета с Богом. Он не был частью Божьего народа. Но у него была вера. Итак, самарянин возвратился. 17 стих. «Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Иисус сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». В 14 стихе очень важно увидеть, что «когда они шли, очистились». Когда они выполнили сказанное Слово. Когда они сделали то, что сказал Иисус, они очистились. Большинство исцелений мы получаем, выполняя то, что говорит Слово. «Питаясь Словом, веря в Слово, поступая по Слову». Так часто люди хотят, чтобы на них возложили руки. Спасибо Богу за такой путь исцеления. Но не каждый исцелится через возложение рук. Есть больше, чем один метод получения исцеления от Иисуса. И первичный, лучший способ – просто услышать Слово, то, что сказал Иисус, и поступив согласно Слову, получить свое исцеление. Присутствует ли рядом кто-то еще, например, пастор, или нет? Прямо там, где вы находитесь, вы можете увидеть Слово, поступить по Слову, получить свое исцеление веры, и сила выйдет вам навстречу. Еще раз, 14 стих. «И когда они шли, очистились». Когда они повиновались Ему. Когда они повиновались Ему. Если мы не получаем что-то, о чем верим, стоит проверить, повинуемся ли мы тому, что Он нам сказал. Послушны ли мы Слову, послушны ли мы тому, что Он сказал нам Своим Духом. 15 стих. «Я высоко ценю этого человека». 15 стих. «Один же из них, видя, что исцелен». Ясно, что он не видел никакого исцеления, когда они отправились к священникам. Но пройдя часть пути, а Слово не уточняет, насколько далеко им пришлось идти. Мы не знаем, как долго они шли. Всего пару минут, или 20, или 45 минут. Мы не знаем, как далеко они ушли. Об этом Писание не говорит. «Но сказано, что, видя, что исцелен, Он возвратился». Я полагаю, что они не слишком далеко ушли. Когда вы начинаете действовать по Слову, сила выходит вам навстречу. Мы читаем, что, видя, что исцелен, Он возвратился. У этого человека было благодарное сердце. Хотя он не был обучен иудейскому закону, хотя у него не было завета с Богом, поскольку он был самарянином, у него просто была человеческая порядочность. «Если кто-то что-то для меня сделал, нужно выразить признательность». Есть правильная реакция на то, что кто-то делает для вас что-то хорошее. Таким был этот человек. Увидев, что исцелен, Он возвратился и громким голосом прославлял Бога. Он не помалкивал об этом. Прежде Его проказа была весьма заметной. Теперь Его исцеление было очень громким. Я обожаю то, что сказано в 15 стихе, что Он возвратился и громким голосом прославлял Бога. А в 16 стихе написано, «И полниц к ногам Его благодаря Его». Итак, мы видим, что пройдя часть пути, Он развернулся и, возвращаясь, говорил, «Слава Богу!» Он прославлял Бога громким голосом, а дойдя до Иисуса, пал к ногам Его и поклонился Ему. Так что весь обратный путь Он прославлял Бога громко, так что все Его слышали. И дойдя до Иисуса, Он пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему и поблагодарить Его. «Никогда не стесняйтесь громко благодарить». Некоторые люди говорят много разного, о чем не следует говорить громко. Но поклонение и хвалу как раз можно возносить громко, выражая Богу благодарность. Шестнадцатый стих. «И пал ниц к ногам Иисуса благодаря Его, и это был Самарянин». Семнадцатый стих. «Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять?» В предыдущем эпизоде мы говорили о том, что Иисус ожидал возвращения девяти. Иисус ожидал их. Он знал, что неправильно получить что-то от Него и просто пойти дальше. Неправильно, получив Божье благословение, никогда никому об этом не рассказывать, не признавать это ни перед Богом, ни перед людьми. Поэтому так важно свидетельствовать. Это один из способов поклониться и прославить Бога. Рассказывая кому-то, что сделал Бог, вы выражаете свою признательность, таким образом возгревая веру в других. Так часто мы видим в Библии, как люди исцелялись из-за того, что услышали об Иисусе. Они услышали, и тогда сами пришли к Иисусу и получили исцеление. Как они смогли услышать? Кто-то рассказал свое свидетельство. Свидетельство – один из видов прославления Бога. И Иисус видел, что неправильно, что все десять очистились. У всех десяти остановился процесс проказы, но лишь один вернулся и публично признал это. Если кто-то в поместной церкви, например, ваш пастор помолился за вас, или кто-то другой в церкви помолился с вами, и вы получили что-то от Бога, неправильно потом не появляться в церкви. Бывает, у людей есть нужда, и они просто приходят на одно служение, получают восполнение своей нужды и возвращаются к старому образу жизни. Послушайте, Бог так сильно вас любит, и я видела, как Он выходил навстречу и исцелял людей, которые приходили всего один раз. Но дело в том, что важно не просто получить помощь, а крепко держаться за свой ответ. Враг всегда пытается украсть у вас то, чем Бог вас благословил. И однократное посещение церкви, одно посещение пастора, чтобы что-то получить и потом больше не появиться, не обезопасит вас, не закроет дверь для врага. Враг увидит, что вы не возвращаетесь, чтобы поблагодарить. Благодарность – это защита. Проявляя благодарность и поклоняясь Богу за то, чем Он уже вас благословил, вы не даете дьяволу украсть это у вас. Библия говорит, «Крепко держи, что имеешь». Крепко держи. Почему? Очевидно, потому что есть враг, который пытается украсть у вас то, что вы получили. Итак, Бог говорит нам это крепко держать. И самый лучший способ удержать что-либо полученное от Бога – это каждый день благодарить Его за это. «Отец, я так благодарен Тебе! Никогда не уставайте говорить, «Спасибо, что спас меня! Спасибо, что я рожден свыше!» Пусть уже прошло 20, 30, 40 лет. Благодарность поддерживает веру в движение. Аминь! Иисус сказал, «Не десять ли очистились, где же девять?» «Как они не возвратились воздать славу Богу!» Задумайтесь об этой фразе. «Они не возвратились, они не пришли». Иисус ожидал их. Да не будет такого, что Иисус ожидает нас на церковном служении, а нас там нет. Иисус ожидает, что мы вернемся с поклонением, а нас нет. Аминь! Иисус ожидает, что мы будем в определенных местах в определенное время. В Евреям 10, Он сказал нам не оставлять собрания Своего. И Он ожидает, что мы будем собираться. Так? Он ожидал этих девять. И Он их не увидел. Почему? Потому что они не вернулись, чтобы поблагодарить. Восемнадцатый стих. «Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Возвращение, чтобы воздать славу, важно для вас и важно для Бога. Девятнадцатый стих. «Иисус сказал ему, кому? Тому, кто вернулся, тому, кто поклонился. Ему Он сказал, встань, иди, вера твоя сделала тебя целым». В четырнадцатом стихе сказано, что все десять исцелились или очистились, а в девятнадцатом стихе «поклонившийся стал целым», части тела были возвращены. То, чего он прежде лишился, пальцы рук и ног, съеденные проказой, отсутствующие части лица, части тела, которых он лишился, были ему возвращены. Почему? Потому что у Бога есть нечто большее для тех, кто поклоняется. Есть нечто большее. Я хочу сказать присутствующим и особенно зрителям, Бог побудил меня учить о том, что поклонение возвращает части тела. Поклонение возвращает части тела. Вы можете сказать, я родился без этой части тела. Поклонение возвращает части тела. Вы можете сказать, пастор Нэнси, у меня хирургически удалили часть тела. Поклонение возвращает части тела. Кто-то, возможно, смотрит эту передачу и говорит, пастор Нэнси, нельзя такое говорить людям, давая им ложную надежду. Это не я говорю, это Иисус сказал. Он сказал, вера твоя сделала тебя целым. Что Иисус назвал верой? Этот человек, возвращаясь, не цитировал Писание, не молился. Все, что он делал, возвращаясь, это выражал благодарность. Он поклонялся. Он благодарил Иисуса. И что Иисус сказал ему? Вера твоя. Иисус назвал его поклонение верой. То есть мы можем, перефразировав, сказать, поклонение твое сделало тебя целым. Потому что Иисус назвал поклонение верой. Поклонение твое сделало тебя целым. Мы можем сказать, поклонение твое вернуло твои части тела. Люди, читая это, говорят, ну, на самом деле это была сила Божья. Иисус не упомянул силу Божью. Не поймите меня неправильно. Да, сила Божья присутствовала. Но Иисус подчеркнул, что не сила была инициатором. Поклонение этого человека в вере инициировало его целостность. Да, это сила Божья. Но я вам скажу, если мы выполняем свою часть, Бог всегда выполняет свою часть. Такого не бывает, чтобы человек выполнил свою часть, а Бог не выполнил свою. У каждого чуда, у каждого исцеления есть человеческая сторона и есть Божья сторона. И я хочу сказать вам, и говорю это смело, потому что хочу вложить в вас надежду. Более того, я хочу вложить в вас веру через Слово. А Слово говорит, вера твоя сделала тебя целым. Ваше поклонение в вере может сделать вас целыми. Вы можете лежа вечером в кровати говорить, я поклоняюсь тебе, я поклоняюсь тебе, я поклоняюсь тебе. И сила начнет работать, возвращая части тела. Вы спросите, пастор, сколько времени это займет? Я не знаю, и это не важно. Важно, что Бог обожает делать то, что люди называют невозможным. Так что я побуждаю вас, и я говорю это Духом Божьим и под помазанием Божьим. Верьте о возвращении частей тела. Вы скажете, я никогда такого не видел. Читайте Слово, это в Слове. Прямо там мы только что прочитали, вы видели. И вам дано право в это верить. Если это принадлежало этому человеку, это принадлежит каждому, кто сделает то же, что и он. И он был самарянином. У него даже не было завета с Богом. Если вы рождены свыше, у вас лучший завет, чем был у людей в Ветхом Завете. И в лучшем завете, насколько больше вы должны получить части тела, чем самарянин, у которого не было завета. Поклонение – это акт благодарности, а Бог всегда реагирует на благодарность. Благодарных Бог благословляет силой, благословляет помощью, благословляет ответами. Как я уже говорила, признательность, благодарность и поклонение Богу защищают вас, чтобы дьявол не украл то, чем Бог вас благословил. Я хотела бы прочитать второзаконие 28, 47, 48 в расширенном переводе Библии. Здесь сказано, «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем ума и сердца в благодарности, за изобилие всего, чем Он благословил тебя, будешь служить врагам твоим». Обратите внимание, Он говорит, что в жизнь неблагодарного человека вмешивается враг. Благодарность не подпускает врага к вашей жизни. Когда вы благодарны и говорите, «Слава Господу, Отец, спасибо тебе за мое спасение, спасибо за мое здоровье, спасибо за обеспечение, спасибо за изобилие, спасибо за избавление, спасибо за мир, спасибо за радость, дьявол не может прикоснуться к тому, за что вы благодарите». Аминь. Аллилуйя. Итак, этот человек перешел от исцеления к целостности. И именно поклонение Богу, именно благодарность Богу позволил ему не только избавиться от развития проказы, но и восстановить то, что было разрушено проказой. Аминь. У Бога есть новые части тела. Вы скажете, «Это уже слишком». Ну, кто сотворил ваше тело? Бог сотворил ваше тело. Мы знаем, что любой производитель всегда выпускает запчасти. Почему? Потому что люди ломают вещи. Люди повреждают вещи. И можно обратиться к изготовителю товара, чтобы получить запчасть. Если вы думаете, что у производителя нет запчастей, вы не станете к нему обращаться. Если вы думаете, что он прекратил свою деятельность, вы не станете к нему обращаться. Бог всегда действует. Он всегда действует. И у него есть запчасти. Аминь. Откуда мы это знаем? Этот стих говорит нам, что есть запчасти. И Бог наслаждается восстановлением людей. Аминь. Он любит это делать. Послушайте. Поклонение дало этому человеку то, что остальные девять не получили. У остальных остановилось развитие проказы. То есть их тела перестали разрушаться. Но не сказано, что им были возвращены части тела. О них сказано, что они исцелились или очистились от проказы. Но об этом человек Иисус сказал по-другому. Вера твоя сделала тебя целым. Итак, поклонение даст вам то, чего нет у других. Поклонение вернет то, что было утеряно. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Это не ложная надежда. Это та полнота, которую Бог хочет для вашего тела. Аллилуйя. 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 Брат Хеггин, папа Хеггин был нашим духовным отцом, и мне очень нравится то, что он сказал. Чтобы войти в чудеса последних дней, необходимо восстановить благоговение. Необходимо восстановить благоговение. Он имел в виду в церкви. Когда мы полны благоговения, поклонения, благодарности, к нам приходит восстановление. Когда в нашу жизнь, в церковь, на служение, вернется благоговение, чудеса будут происходить на совершенно новом уровне. Драгоценный муж Божий, о котором многие из вас знают, брат Норвел Хейз, уже на небе, и я хочу, чтобы вы послушали, что ему однажды сказал Иисус. Мои дети в целом любят меня, но они живут в нищете, и в болезни, и в поражении. Они не живут в благословениях небес, потому что они недостаточно поклоняются мне. Задумайтесь, он не сказал, что они не поклоняются ему. Он сказал, они недостаточно поклоняются ему. А сколько достаточно? Просто знайте, поклонение приносит помазание, а помазание разрушает ермо. Исайя сказал, распадется ермо от помазания. Итак, поклонение приносит помазание, а помазание разрушает ермо. Этот прокаженный вернул себе части тела, поклоняясь Богу. Сила Божья вышла навстречу его поклонению. Но прокаженный это инициировал, не Бог. Иисус даже не инициировал исцеление этих десяти. Они первыми воззвали. Не Иисус их позвал. Они воззвали к Иисусу. Они инициировали свое очищение. А этот один прокаженный инициировал свою целостность. Он достаточно поклонялся. Сколько достаточно, пока придет помазание? Пастор Нэнси, сколько мне нужно поклоняться? Поклоняйтесь, пока придет помазание. Поклоняйтесь, пока помазание проявится. Послушайте, в вас, верующих, есть помазание. У вас есть помазание внутри. Поклоняйтесь Богу, и это помазание проявится и начнет действовать для вас. Бог сказал Норвалу Хейзу, они не живут в благословениях небес, потому что они недостаточно поклоняются мне. Аллилуйя. Он сказал, ты учишь вере и исповеданию, ты молишься за больных, но тебе нужно поклоняться мне больше, и тебе надо учить мой народ поклоняться мне больше. Я их Бог, они мои дети. Если ты научишь моих детей поклоняться мне больше, я сделаю для них великое недоступное. Послушайте, если ты научишь моих детей поклоняться мне больше, я сделаю для них великое и недоступное. Не правда ли этот прокаженный получил великое недоступное в тот день? Конечно, получил, при том, что он не был в завете. Для самарянина без завета Бог совершил великое и недоступное, потому что Бог реагирует на поклонение. Почему? Поклонение – это акт веры. Поклонение – это акт веры. Чтобы пребывать в потоке веры, постоянно поклоняйтесь. Мы со всеми присутствующими объединяемся в вере, обращаемся к вашим телам и говорим частям тела вернуться. Мы говорим рукам, ногам, внутренним органам, суставам вернуться во имя Иисуса. Просто примите это. Скажите, я верю в силу Божью, восстанавливающую целостность моего тела. Аллилуйя! Это не тяжело. Это не слишком сложно для Бога. Это Его Слово. Так что примите целостность в свое тело. Поклоняйтесь, поклоняйтесь и поклоняйтесь Богу, пока не придет помазание и не разрушит ермо в вашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.